Спасибо, Диме, спасибо прекрасным новозеландским болельщикам. Этим прекрасен киберспорт на самом деле. Даже с другого конца света ребята прилетели сюда, чтобы посмотреть красивую доту. Ну, Эпицентр однозначно заслуживает внимания болельщиков с самых разных концов земли. Ну, сами видели, это сцена, эти игры, почему бы и нет, действительно. Впереди вторая карта, и перед ней я хотел бы вот обсудить тенденцию, которая у нас сейчас здесь наметилась. Так, если подумать, на турнире помимо ЦМки, по-моему, еще появлялись какие-то персонажи на четвертой позиции, и которых в определенный момент команды начали откармливать. То есть и раньше так было. На пятой, прошу заметить. ЦМка изначально была пятой позиции. Если ты хочешь спросить, какие именно, я скажу сразу Варлок с Аганимом. Ну да. Вот, собственно, это какая-то новомодная тенденция. Также раньше, ну, как бы четверки всегда давали чуть больше денег, но сейчас в них прям вливать начинают в определенный момент. Люди пришли к этому. Эволюция? Ну, небольшого рода. Смотри, это нормальный процесс, на мой взгляд, потому что, смотри, изначально, там, скажем, 10 лет назад не было профессиональных команд. Команда, которая называлась профессиональной, это просто команда, которая лучше других играла, поэтому они, типа, профессионалы. Вот мы и такими были там. Но, соответственно, ты, в общем-то, ты как бы в паблике играешь, довольно мало кто думал. Кто хоть немного думал в доте, тот обычно был лучше других. Вот мы как раз старались заниматься, многие другие просто приходили, собирались в команды, играли как в паблике и, соответственно, проигрывали. Кто-то начинал как-то развивать какие-то вещи, Но все равно очень много было просто как в пабе. Сейчас все больше и больше идет работы. И, ну, кто-то начинает понимать, что вот есть, например, четверка, типа Spirit Breaker, таких довольно много, которые не нужно. Или пятерка, может быть, наоборот, или тройка, где можно в один момент остановиться и подфармить саппорта. Потому что, ну, предположим, Гримстрок на четверке, это еще один герой, в которого вливают, так скажем, деньги. Гримстрок на четверке, который взял себе Линза, Блинк, Глимер, ну, или Линза, Блинк и Хекс, он может драку выиграть в соло. Вот просто он ловит момент, им не нужно координироваться там с кем-то, потому что это не всегда может получиться. Он сам просто увидел момент, два героя рядом, два кора вражеских, предположим, встали, он их связывает, Хекс, все, драка выиграна. Ну, то есть, если у тебя игрок играет хорошо, если у него герой, соответственно, позволяет что-то такое делать, то это нормально. До этого долго шли, но, наконец, пришли, что порой денежку начинают отбирать у некоторых даже ключевых позиций в угоду какому-то саппорту, который даст пользу. Раньше понимающие саппорта, они, в принципе, вопросов не задавали, они знали, что они могут перевернуть игру, и как бы сами формили, ну, реально никого не спрашивали. А сейчас, ну, как, не знаю, капитан в письменной форме, через нотариус, наверное, просит, уважаемый варлок, не соизволите ли вы забрать определенное количество денег с карты, вот мы вам оставили, как бы все, мы постоим здесь, а вы постойте там, поформите, вот идут крипы. И вот, да, собирают сейчас. Вот у ЕГЭ этого нет, на самом деле, и мне кажется, это тоже определенного рода проблема. То есть у них Fly до сих пор по этой технологии играет. Когда-то было. Ну, сейчас нет этого. Когда-то был Ауи 2000 на Наги Сирене. Было, да. И он там выходил на первую строчку по Нетворцам, будучи четверкой. И вообще, на самом деле, в истории Доты было очень много случаев, когда там четверка или пятерка выходили на позицию кору, но эти случаи были слишком редки. Чаще всего выигрывались игры через коров. Да, но сейчас понял, это еще... Вот ТНС, такая проблема была, про них могу историю рассказать. Они очень часто использовали как раз-таки Нагу Сирену, и не на кор роли, а на четвертой позиции, под комбинацию какого-то Дизраптора, ну или под коров. И когда они доминировали, у них, ну, playstyle был такой же, как у Virtus.pro, первые там 15 минут постоять, просто уничтожить лайны, супер агрессивные герои, и Нага Сирена вот эта на четвертой позиции, которая мощная была, да, помогала тебя там убивать на триплайнах, они останавливались где-то минуте на пятнадцатой-двадцатой просто давить, и начинали вот эту Нагу Сирену четвертой позиции отжирать. Вот пока у них шесть слотов не появится, они начинали фармить, и многие команды их как раз на этом догоняли. Дальше могу провести пример с DK, когда там Бернинг бегал на Клинксе, а ММА был Мепарем четвертой позиции, и потом в один момент Бернинг просто побежал скаутить карту, гангать, а Мепарь одел шесть слотов и всех развалил. То есть на самом деле таких случаев было очень много, просто вот Дмитрий решил именно сегодня сакцентировать на этом внимание. Короче, это были именно какие-то конкретные практически стратегии, что так будет играться. Сейчас просто чаще в принципе ориентируются по игре. Ну да, то есть сейчас это не разовый случай, а тенденция целая. Ну это еще обусловлено многими факторами, просто еще талантам в Доте не так много времени, баунтирунам еще меньше или их вместе добавили. Ну короче, всему этому не так много времени. И адаптация происходит по сей день к некоторым моментам. То есть раньше саппорт, он не мог иметь деньги, просто потому что, ну ему конкретно нужно было в один момент начать 10 минут фармить, чтобы их где-то получить. А сейчас у многих саппортов есть талант. У кого-то на экспу, за счет чего ты больше уровень имеешь, реже умираешь, больше там убиваешь и так далее. У кого-то на голду тут понятно. Появились баунтирунки, которые вы собираете. И саппорт как бы волей-волей уже что-то имеет. Механика получения ХСП изменилась. Сейчас саппорта получают намного меньше. Если они маленького уровня, убивают героя большого уровня. Соответственно, сейчас уже очень многие саппорты за счет талантов, там какую-нибудь, допустим, Варлок с Големом или Кристал Мейден, делают супермного в лейтовых драках. Соответственно, их имеет смысл отжирать. И вообще, когда ты выходишь в самую позднюю стадию игры, идеально это когда у тебя все пять героев одеты в восемь слотов. Ну, в том числе и с маншарами. Это идеально. Но пока вот до такой игры мы еще не дошли. Ну, просто на саппорах это в крысу делалось, да, талантов не было, золота не было. И ты старался оставить нюк, чтобы сделать, знаешь, вот это на 150 дэмэджа. Бум! И просто срыбнул. Ну, как крипа добил, так же героя просто нюка. Вот. И зарабатываешь себе там вот эти по 250, там по 300 голдушечки. Вообще это нельзя делать. Вот именно фраги забирать на саппортах нельзя, как я выяснил как-то раз записываю в видео. Потому что стрики. Сейчас стрики вообще дают космическое количество. Вот у тебя стрики на саппорте, ты мало того, что бабок заливаешь очень много, ты еще и опыта. Опыта сейчас очень много стрики дают. Если у тебя что-то типа мега килла нарисовалось на саппорте, ты такой мешок. Боже, за тобой уже охоту открывают люди. Ну, мы же про раньше говорим. Сейчас-то понятно, все поменялось, переделалось. Сейчас стрики нельзя иметь на саппорте. Идеальная игра, это когда у четырех членов твоей команды ноль фрагов, а у тебя там 30-0. Это идеально. И ты убираешь, что даешь 3000. Ну, 25 ты сразу посанешь. Нет, то есть потому, что ты когда набираешь Be On Good Like, там по-моему дальше... Больше Be On Good Like и не дают. Да, то есть, соответственно, все вот эти вот 21 следующих фрага, они нет... Ну, как бы нет ни у кого есть членов твоей команды, соответственно, если, допустим, убьют одного героя с 30 фрагами, они получат много меньше, нежели бы они убили трех героев, которых 9-0. Это правда. Математика. Да, Димон, да. Ну, это Next Level, это долгосрочная стратегия для команд будет такая. Через десятый минут считал? А? Через десятый минут. Так, квадрат минус 4 AC. Красава. Хорош. Димон подтвердил. Подтвердил. Омник опасен. Теперь нет. А почему нет? Это типа из-за Винги? Винга. Винга, на самом деле, вот как раз в голове появилось, когда говорили о том, что на кристалку не было ответа, а ведь это персонаж с двумя зарядами, и там и БКБ, и Линка вообще не беспокоились. У этого персонажа еще в лейте Стан, по-моему, там остался талант, работает сквозь Блэкинг Бар. И поэтому она прям такая, ну, ультимативная подруга для… Это 25-й уровень. Это 25-й уровень. Ну да, да, но она ультимативная подруга для героя а-ля Энигма, потому что она реально может одетая в соло вырубать. Веншфл Спурит… Спурит, спурит, спурит. Веншфл Спурит до 25-го левела, наверное, доживает в одной игре из 100. Ну да, это редко. У него нет талантов на экспозиуме, и Мидас ей не покупают. А вот в целом, если абстрагироваться от этих ее способностей, которые через БКБ сбивают, как вам сейчас этот персонаж, почему он не появляется? Сергей Плитя силит идущий. Это да. Когда-нибудь. Как по мне, она слабая. Согласен, насчет того, что Венга, как правило, не… Ну ее вообще редко очень видно, и я не думаю, что в этой игре мы увидим Венгу, который вау-эффект какой-то создаст. Кстати, вы знаете, что БКБ до сих пор существует? Ему уже года полтора… Не знаю, когда два заряда Венге дали? Двойной? Да. Когда ты свапаешь туда-сюда? Нет-нет-нет, это пофиксили, слава богу. Не, у Венги… Венга может сбивать линки в любых количествах, не теряя заряды. То есть этот БКБ уже не фиксят год, наверное. И поэтому, если Энигма даже купит себе линку, то это тоже ее не спасет. А самое главное, Венга даже заряд лишний не потратит. Она просто нажмет один раз, забьет линку, нажмет второй раз и свапнет. Там же баг как раз состоит в том, что заряд не тратится на мейкинг сферу, да? Да, да, да. Поэтому блокхолл дается только Венгу, если Венга живая. Ну, теперь да. Мне пока пик ЛЖД не особо нравится, потому что они очень любят поиграть с Магнусом на FY. Соответственно, это у тебя очень пассивный персонаж. Да, он очень круто двигается, он передвигается и может за спину заходить и свой счет этого скилла делать. Но все равно это очень пассивный персонаж. Плюс у тебя суперслабая Веншфул Спирит в начале. И при этом ко всему у тебя будет стоять Омни Найт на сложной линии и Энигма, которая будет помогать из леса. У тебя будет, скорее всего, фармить Омник. Ну, плюс-минус нормально у тебя будет. И ты в своей фармящей линии не придешь. Ты поставишь туда какого-то, ну, скорее всего, оффлейнера против этого Омни Найта стоять. Он будет раз фармить, у тебя будет Энигма фармить. На миддл сейчас какой-то, ну, обычно там плюс-минус равноценный лайнап стоит. У тебя тоже будет герой фармить. И на легкой линии у тебя будет Гримстрок. Это уже сильный персонаж на лайне. Если то, как бы сравнивать с Веншфул Спирит, который будет суппортить второму кору. И еще под Гримстрока просто нужно набрать сильного парня. И у них лайн уже будет сильнее. Соответственно, у ТНС у них идет, будет идти перефарм. LGD сегодня врубили жадничий. Магнус против, вот, Магнус трешка. Вдумайтесь, это Эмпауэр, Аура Венги минус Армор Венги. В принципе, суперлайтовая комбинация. Но пока Омни Найт просто одним ультимейтом посылает их всех к чертовой матери. Вот всех троих. И они ничего не могут сделать. Нужен МАЗ Диспел. Нужен МАЗ Диспел, такой бремастер. А, я ушел у инвокера. Ух. Итак, время обратиться к машине. Да, да, да. Так. Сейчас, погоди, Серега. Просто реально у ТНС снова темп, они снова будут давить. Машина не говорит пока. Пока грузится. То есть они могут снова наказывать LGD за то, что они набирают таких жадных персонажей. При этом в лейте, если он Нинаид собирает аганим, он его просто нажимает. Вот просто нажимает аганим там, неважно где находится вообще у Нинаид. И весь этот дэмэдж он просто долбится в его ультимейт и наносит мало урона. Джиггернаут. Еще папич, мне кажется, был неплох. ТНС здесь нельзя ошибиться с лайнами ни в коем случае. Потому что таск был взят для того, чтобы наказывать Энигму как раз. Чтобы у тебя была четвертая позиция очень агрессивная. Соответственно, они триплой собрались идти в сложную и давить тебе Джиггернаут и Гримстрока. Соответственно, ты Омника стоишь на легкую. По-хорошему. Чтобы он там терпел, получал левел, ничего страшного потом доберет. А Джиггернаут с Гримстроком наверх просто в полном фрифарме стоять. У тебя Энигмок будет опять же лес фармить. Ну, в общем, ты на перрифарме будешь отыгрывать. Обыгрывать LGD на первых минутах. В мид LGD должны по логике взять героя, который может убивать. Ну, это Эмбер же в миде будет для Мэйбера. А, это Эмбер, действительно. Но он может убивать. Камми просто не особо играет на этом Эмбере. В принципе, может убивать. А Мэйби, ну, как бы эту сигнатуру еще. Ну, если убивать, то смотрится неплохо какая-то, допустим, там, Лина Квин оф Пейнер. Да нет, серверка прав, это Мэйби, я думаю, будет играть на Эмбере. Врыв машины, значит, Клинкс все еще актуален. Для кого? Для LGD. А для TNC набор коров ранее неведомый мной в этом приложении. Рики, Мипа и Хускар. Все трое. Это Мид. В ТВ, если что, Эмбер все еще может как бы и свичнуть линию. Может, может. Как, допустим, это делали LG, потому что, ну, если будет еще один герой с физикой, будет не очень, поскольку Omni Knight реально откондрит всех одной кнопкой. А вот если появится какой-то герой с хорошим магическим раскастом под РП, то есть шанс убить даже в улети Omni Knight'а кого-нибудь. Кстати, Хускар под Omni Knight'ом не так плохо. Это очень дикая штука, потому что… Про него забыли. Да, да, да. Потому что там будет Ember Spirit, который будет в очередной раз собираться через Milestrom Radiance. И Kuku. Будет два магических рассказа там у Wingate Task'а. Kuku, он в свое время был одним из тех, кто Хускаром, я не помню, кого наказывал, где-то на The International, он с этим Хускаром, по-моему, добрался до топ-8. Я вот не помню, против кого он конкретно играл, там, по-моему, была сильная команда. Да, это вроде как были OG, он показал Хускаром, да. И там вот похожие ситуации были, то есть он просто увидел уязвимость в пике, и Хускар вот он реально здесь душит. Да, кстати, и Хускар с Омником нынче, потому что Хускар же получает все больше регена от силы, а там Heavenly Grace дает силу, но тут Кунка. Кунка тоже неплох, на самом деле. Ну, зацеп. Зацеп такой. Он очень жирный будет, его будет очень трудно фокуснуть, опять же, если его будет… Под Грейсом, да. Под Heavenly Grace, это опять сила, статус. Там берста нету, там ты можешь максимум как нормально раздать, это будет зависеть всего от Чилиса, который будет на Магнусе прыгать, если он плохо прыгнет, ты драку по-хорошему героям слева проиграешь салат. Потому что, ну, пять на пять у TNC просто дичь против вот этих героев. Заходить сложно. Диагер может подняться на ХГ, допустим, в него РП увезли, и Омник без Аганима просто не доберется, не спасет его. Ну, заходить, да, ломать базу им нечем, TNC, очевидно. Но Рошан… Так же, как и Рошан… Рошан всегда будет ждать их, там, особенно Рошаны с Аганимами, будут в ожидании TNC, и TNC обязаны просто брать темпом. А ЛГД нужно просто дожить до лейта, вот так смотришь на их пик. Ну, а у них все лаз-герой непонятно какой, честно сказать. Ну, я за какого-то кастера. Марки Кинг, возможно, но Марки Кинг тоже против Омника. Но с другой стороны, против Омника… О-о-о-о… Жадничает. Супер жадничает на ЛГД. Сларк… Не, Сларк хороший здесь пик очень, на самом деле. Хороший. В принципе, хороший пик. Изи нулифайр на Сларке. Не, Сларк очень хороший, когда вот такие герои. Тут просто против Сларка опять ничего нет. И, на самом деле, вот Омник дает ульт… А ему все равно. А ему все равно, потому что он просто за этот ульт ворует еще статов с кого-нибудь, там миллион, а потом всех убивает. А в будущем он просто покупает нулифайр. И всех убивает. Да. Хороший пик от ЛГД последний получился. Я за ЛГД, да. Супер лейтовый. Прям супер. То есть только при условии, если игра в позднюю стадию придет… TNC обязаны убить за 30 минут опять же. Но при этом они вроде как не та команда, которая играет быстро. У них очень затяжные игры, как правило. TNC нормальные, а не дайвинг. Не, они быстрые, быстренько. Ну, как скажете, Сереж. Я на… Эмбер Сларк сильно будет. Ну, я не знаю, на TNC поставлю. Я за своих мальчиков. А я на NGD. Я тоже на NGD. Мнения аналитиков в очередной раз разделились. Давайте посмотрим, как проголосовали зрители нашей интернет-трансляции. 62% на этот раз поставили на команду TNC. Пользуясь случаем, благодарю наших информационных партнеров «Спорт РИА Новости» – первое и единственное российское агентство спортивных новостей. Все подробности и все новости с турнира «Эпицентр» смотрите на сайте rsport.ria.ru. Передаем слово комментаторам. Спасибо большое нашей студии аналитики. Если ребята благодарят вас, а мы благодарим зал, который сегодня пришел поболеть за обе команды. Давайте пошумим, ребята! Молодцы, ЦИСКА-арена. Очень классно. Вас стало больше, и это здорово. Да, действительно. Матч первый был у нас очень жаркий. И второй обещает быть не менее интересным. «Энигма» против «Реверс Полярити». Там и Сларк ласпиком – это действительно просто нечто. Но Сларк в последнее время все чаще и чаще появляется. Вот мы с тобой обсуждали, что складывается такое впечатление, что многие команды подзабыли вообще, как играть против этого парня. Потому что как-то… Ну вот слишком много ему дают зачастую в игре делать. Да героев в доте много. Кто-то выпадает из меты на годик. Потом возвращается и такой… Опа! А что с ним делать? Самое забавное, что как только Сларку урон спаунса убрали, все, он сразу пропал везде, его перестали брать. Но сам по себе персонаж довольно приятный. Да, ему довольно сложно в начале игры на линии. Его нужно оберегать до того времени, хотя бы когда он получит шестой, когда он может будет уже спокойно размениваться по хб, отбегать регениться и так далее. Вот. Но до этого времени, если его оберегать, и как только он доживает на своего ультимейта, все, Сларку уже трудно будет остановить. Ну посмотрим. ТНС попытаются это сделать. В первой карте Bristol Back остановил всех. Более того, сломал последний непробиваемый барак. Поэтому здесь, может быть, команда ТНС тоже сможет выиграть эту карту и, собственно, закончить этот матч с учетом 2-0. Я вкину довольно интересную информацию. Сам я не особо суеверный. Но каждый нечетный мейджор команда LGD занимает 5-6 место. Каждый четный и четвертый. Вот так вот. Ты думаешь, все-таки магия цифр здесь присутствует? Я не знаю. Но эпицентр – это пятый по счету мейджор. LGD снова наступают на те же крабли. Команда ТНС теперь для них. И первую карту они проиграли. Надо будет максимально собраться. Надеюсь, что зал именно вы поддержите наши азиатские команды. Потому что в будущем наши коллективы поедут в Шанхай. Это правда, да. И там будет много азиатских зрителей. Надеемся, что они будут также поддерживать наши коллективы там, как вы поддерживаете азиатские команды здесь. Так, ну что. По итогу у нас начало довольно ровное. Поровно поделили баунти-руны. И давайте смотреть расстановку по линиям. В миде у нас противостояние Мейби против Армелия. В этот раз Кунка против Эмбера будет стоять. Интересно. Будет посмотреть, кто здесь окажется сильнее. Опять же, как только Кунки… Сейчас у нас Кунка новый. Опять же, без вот этого увеличения урона, когда на Динае убрали Тайдбрингер. Теперь вот это не работает. Но в любом случае продолжает брать этого персонажа на центральную линию. Все еще, как по мне, он довольно хорош. Сам Мейби в интервью говорил о том, что вот несмотря на это изменение, все равно Кунка остается очень сильным персонажем. Он его котирует. Ему он нравится. Сейчас будет играть против Кунки, соответственно, на Эмберсперите. Посмотрим, как справится. Мы вспоминаем первую карту там Мейби в соло. Армелу убил. Армелу нужно возвращать должок. И это правда. Но мы видим, что также на других линиях все довольно интересно. У нас внизу противостояние Чилиса против Кукуа. Тоже битва двух титанов. Он не над против Магнуса будет стоять. Здесь, наверное, сложно будет друг другу как-то что-то сделать. Опять же, с одной стороны захил имеется, с другой стороны имеется импауэр, с которым можно спокойно восхитить без проблем. Пожалуй, самая неинтересная, наверное, линия. Да, да. Просто будут получать экспу. Я даже сомневаюсь, что кто-то из них на ганге какие-то будут перемещаться. Тут, скорее всего, фейз и барабаны. Там какие-то аркинбуцы постараются выйти, может быть, в быстрый блинг Чилис. Все-таки это не чиперка Магнус, к которой мы привыкли в последнее время. От команды LGD той же самой, да, это тройка. Так что должны быть айтемы. Но самое интересное, по идее, должно быть на топе. Потому что на топе у нас стоит Сларк. Там ему помогают два саппорта. А здесь пока что дабла от команды ТНС в виде Гэйби и мистера Эйо. Потому что Энигма-то смещается, подфармливает лес. Кстати, Ку-Ку довольно сильно просел здесь на линии. Но что у него по Регену? Регена вроде бы у него не было. Он такого быстрого типа фласточки. Я поймал себе на мысли, что когда комментаторы говорят о том, что на этой линии ничего не произойдет, сразу после этого кто-то умирает. Практически. Я смотрю у Ку-Ку. Запас здоровья становится минимальным и думаю, ну вот. Да, он сагрессировал немножко. У нас вот здесь драка. Но в итоге не удалось подцепить у нас Гримстролку. Уходит он отсюда. Вообще комбинация неплохая. Инксвел под Блэйд Фьюри набегаешь, станешь, закручиваешь в бешеном вихре танцы клинков и убиваешь кого-нибудь из саппортов, например. Хотя тут на самом деле саппорты не самые тоненькие. По-хорошему у команды LGD стоят. Ну, таск со сноуболом – это вот то, что тебе может помешать исполнить эту комбинацию. Если качественный файл на этой линии будет отыгрывать, то ты ноль урона нанесешь своих Блэйд Фьюри своим Инксвелом. Ну да. Ну, самая главная задача для команды LGD на данный момент – это то, что Сларк фармит. У Сларка отличный ласхит. 12 на 6 он уйдет. А вот у Джиггернаута проблемы. Если мы посмотрим на его крипстат – 5 на 0 всего лишь. Пока что у Гейби. И это печально. Нужно где-то фарм брать и искать. Ну, вообще, когда, конечно, трипла в хард отправляются – это все-таки полноценные саппорты, которые способны тебе помочь прямо здесь и прямо сейчас. Но у команды Тинси – это Энигма, который стоит в лесу, который нуждается в том, чтобы тоже получать какие-то деньги и левел. Поэтому… Ну, по факту, здесь дабла против триплы, поэтому, конечно, Гейби тяжеловат. Он стоит не под своей вышкой, он стоит под тавером соперника. Против него два саппорта, которые могут его убить в случае, если он там Блэйд Фьюри как-то неудачно воспользуется. Поэтому… Да, у Гейби по этому такой крипстат – 7 на 0 всего лишь. Да, и опять же, ты стоишь против Сларка, Сларк против Милишника – это такой себе размен. То есть Сларк всегда будет рад с тобой размениваться как-то тычками, потому что с каждой тычкой он становится все сильнее, и ты понимаешь, что точковаться с ним не лучшая идея. Поэтому пока здесь по расстановкам по линиям все хорошо у команды LGD, все работает на них. Миди очень хорошо, у Кунки, правда, дела у команды Тинси. 19 на 2 идет, пока что он также и Мэйби тут довольно сильно достается, но по ласхиту Мэйби не просел. Можно объяснить, почему так играют Тинси? Потому что Омни Найту сейчас дается приоритет. Вот наши аналитики подмечали то, что в какой-то момент ЦМка с Spiritbreaker сменялись ролями, чтобы дать фарм кому-то, да? Пятерки, например. Здесь та же самая ситуация. То есть суть в чем? Кунг отправляется Омни Найт на легкую линию, получает экспу. Комфортно стоит против Магнуса, у него много денег. Потом, после, они свапаются линиями, Омник уже с левелом. Против любой линии стоит хорошо. А Сларк будет фармить свое. Так, тут Тимтек, нападение на ААО. Есть Инкс Вэлл, Сноубол пошел. Подходит Икс снова. Имеется стан, набегает Мэйби. Враг отдают. Отличная первая кровь для команды LGD. Ну, довольно просто, на самом деле, сделали. Ничего сверхъестественного мы не увидели. Внизу. Опять просел довольно сильно Куку. Тут его напрягает Челис. Но Куку со вторым пьюрификейшном набегает уже и говорит, «Хочу подраться с тобой, дружище, давай». Но Челис ни лыком шиты не подходит к нему. Ну, там летит уже Солринг плюс реген для Куку. Поэтому по ХП проблем быть не должно. Тут Гэйби немножко загулял. Просто делает Блэйфьюри ТП-аут. Суппорт у команды LGD сейчас здорово отрабатывают. Они мешают Джиггернауту, заставляют того использовать крутилку, ТП. Сами выходят в центр, периодически гангуют. То есть полностью развязаны руки. И вот если мы говорим про стадию ленинга, которую, к слову, неплохо провели LGD в первой карте, то в этой карте, в принципе, можно сделать то же самое. Более того, они обязаны играть более агрессивно. Когда ты знаешь, что у соперника Энигму в лесу деньги получает, ты просто обязан идти уничтожать чужих коров. И, может быть, даже эту Энигму находить в лесу, ставить какие-то агрессивные варды, гангать и убивать. Так, внизу под баунти руны подцепили Куку. Куку проблемы. Но Heavenly Grace и до свидания убегает отсюда Куку. В итоге забрать его не удалось. Анна продолжает фармить. У АМА все хорошо. У него имеется уже Band of Fallen Skin. Будет играть через ПТ-шечку быстро. Никаких в рейсбэндов. Мы не видим ничего такого. Еще очень много регена. Имеется стик у него. Так что у АМА здесь все хорошо. Все под контролем. Так, ну и баунти получается. Большую часть забрали LGT. 3 на 1 на пятой минуте. Но стоит отметить, что вторая карта у нас довольно спокойная. Если сравнивать ее с первой. На первую у нас вообще с первых минут начался какой-то бешеный экшен. Забеги там за товара и так далее. У нас, кстати, драка будет на топе. Уворачивается. Тэнксвелл очень хорошо. И ФВА уходит на сноуболе. Его замедляют. Набегает Гэйби. Есть Малифейс. Миднайт Пульс. Хорошо. ФВА очень далеко бежал. Но в итоге забрать его не удалось. Несмотря на столько ресурсов. Тут же Гернаут бежал. Бежал. Он мог, конечно, дать какую-то крутилку. Постараться убить ФВА, но... Я не думаю. Я не думаю, что он его просто бы догнал. Элементарно. Потому что просто ФВА должен быть побыстрее на ноге. А тут уже и Сларк четвертый. Уже второй дарпакт имеется. И здесь уже начинается какая-то нас возня. Дает возможность пофармить Гэйби. Но у Сларка уже очень много. 33 на 18. Это статистика. А мы сейчас по лас-хитам. Вот мы переключаемся на Нетворс и видим, что он 2600 лидирует вообще в игре в целом. А Джиггернаут 1800. Но его сейчас будут выгонять. Сларка сейчас будут выгонять. Потому что подъехала первая катапульта. Именно под эту катапульту выходит Тимс. Начинают пушить активно. Тут армали. Врыв на ФВА. Пошел прокаст. Но корабль не стал давать. Просто так разминает. Зонят. Зонят. Зонят соперника. Катапульта. Главное сохранить катапульту, чтобы вышка упала. Это самый главный выход от команды ТНС. От конкретно Тимса. Прямо сейчас. Снести строение. Получить чуть больше пространства в чужом лесу. Соответственно комфортнее будет Гэйби тому же фармить. Ну и Сларк будет несколько прижат. Так. Шарды залетают. Есть стан. Неплохо. Контролят Гэйби. Бладфьюри пошел. Сноубол от ФВА. Миднайт пульс. Укатывается ФВА. Отступают пока что ТНС. Не смогли в итоге допушить Т1 здесь. Деняет Тавер ФВА. Отлично сыгран от команды LGD. Но и теперь можно отступить с этой линии. Сларку нужно как можно быстрее получить шестой. Чтобы появился Шадоу Дэнс. В это время Куку уже имеет шестой. Понятное дело. Ультимейт пока что не качает. Он здесь будет продолжать фармить. Ему ультимейт особо не нужен. А вот реверс полярити уже имеется у чилица. Как только Куку получил на этой линии Солринг и пятый уровень. Все уже Магнус его не может никак абсолютно пробивать. Постоянные Purification. Там качается Диджинаура. Атака на Гэби. Гэби и Блэдфьюри не использовал. Получает просто станция полного. Теперь Блэдфьюри неплохо. Вопрос только поможет кто-то из тиммейтов. И ее рядышком есть Инксвел. Шарды хорошие. Но Гэби тут конечно распугал всех Инксвелом. Набегает Амы. Амы очень биты. Все еще нет Шадоу Дэнса чтобы отрегениться как-то. Поэтому он продолжает здесь фармить. И не стал бежать до конца. Но в любом случае было опасно. Ладно. 1-0 по-прежнему счет. И у нас почти восьмая минута матча уже. Но очень все спокойно. Очень все технично сейчас от обеих команд. Не торопится никто. Не ломится вперед. Это что самое главное. Потому что все занимаются своими вещами. Цели, которые были поставлены на стадию ленинга, они выполняются. Причем от каждого героя практически здесь. То есть нижняя линия стоит хорошо. Центр. Вот сейчас возможно выход как раз-таки в тот самый центр у нас наблюдается от команды LGD. Будут зажимать с двух сторон Армелла. Ну я не знаю. Кунка с двумя брейсерами не самая простая цель по хорошему. Там четыре героя даже получается. Могу попробовать. Но в четверо может быть. Да. Хватит урона. Есть тимтек. Шарды залетают. Пошел прокаст. Армелл пока что живет. Хорошо. Корабль залетает. Сноупол. Фай. Реверс. Полярити даже был потрачен в это время. Миднайт пульс. Мэйби врывается. Есть инксвелл. Армелл все еще живет. Убегает отсюда. Армелла выживает. Цепляет. Правда Эйю. Эйю заберу. Да. Эйю погибает. Это минус саппорт всего лишь. Фай до конца. За Армелла можно попытаться убить. Фай. Шрайна нет. Шрайна нет. Негде отхилиться. Там заряд ботлом имеется. Он чувствует. Он его чувствует. Вот он отпивается ботлом и Фай. Нет. Убежит. Да. Ночь на дворе недостаточно вижна была. Если бы он его увидел скорее всего цеплял бы как-то. Но нет. Там плюс еще ТП самое главное не было у Кунки. Он бы еще раньше мог как-то разманцевать и улететь. Но в любом случае самое главное что потратили РП. Стянули четырех героев в мид. Попытались забрать Кунку. И забрали только одного саппорта. Хотели конечно же Кунку в первую очередь. Попытались забрать. Он не на это сейчас. Пурификейшн был потратил. Ой ой ой. Какие куски там отрывают Куку. Есть ИТ. Набегает сюда у нас уже Чилис. Попытка подцепить Куку. Но Куку под Хевенли Грейсом по третьего левела убегает отсюда. Его не подцепить. Ну там да. Четвертый Пурификейшн. Там уже по-моему Аркейн Бутсы готовы. Через Фейзи, через Аркейн Бутс пойдет. Может быть Гревсы будет приобретать на команду. Посмотрим. В общем все хорошо пока он не на это. Сравнение двух керри. Ой ой ой. Мы видим насколько сильно и насколько плохо дела обстоят у керри команда ТНС в этой игре. Действительно колоссальная разница по фарму. Ну Джаггер четвертый снизу так-то сейчас в общем зачете. То есть Ами начинает выходить уже какие-то артефакты более дорогостоящие. То есть начальный закуп у него готов. Тут Джаггернаут и с этим даже проблемы. Ну и дартпакт. Тот самый дартпакт. Когда у тебя есть пассивка, то есть есть свой ультимейт. Ты спокойно можешь очищать лица. Баунтируны очередные появляются. Законтролились ниже LGD. Сверху законтролил Teams одну. Но еще одну должны на своей половине ТНС забрать. В итоге получается поровну. По баунтирунам. И самое главное сейчас время саппортов. Десятая минута. Появляются книжечки. Можно скушать. Получить лвла. И уже быть более полезными для своей команды. Чем отметим, что Omni Knight не качал свой ульт пока. Ну собственно и драк таких нет полномасштабных. 5 на 5 играет через Heavenly Grace ту самую. Супер-супер какую-то имбалансную способность. Ну и конечно Purification. Подметил я, что Enigma в свою очередь покупает тоже Arcane Boots и делает Меху. Главное, чтобы Куку не начал делать то же самое. Такое иногда бывает у Pro Command. Ну возможно он просто остановится на покупке Арканцов. А потом их разберет на что-то более полезное, как вариант. Надеюсь, что так. Так, в это время Amma продолжает выфармливать леса. У него здесь все хорошо. Выход в сабельку потихонечку. Купил себе Ogre X уже. Выход на топе. Может быть на Гэби. У Гэби могут быть проблемы. Snowball. Blood Fury пока что не потратил. Тратит прямо сейчас. Сбить бы конечно. Сбивают. Да, сбивают. Есть у нас Сикснова. Стан залетает сверху. И до свидания. Джаггернал погибает. Отличный фраг для команды LGD. Одиннадцатая минута. И скорее всего книжки были приобретены. Соответственно левел у Vengeful Spirit хорош. Но у него других вариантов не было. Либо ты используешь Blade Fury и делаешь ТП. Либо ты просто умираешь. Да. Ну что ж. 3-0. И опять же нулевое преимущество по голде. Мы видим, что график скачет ту в одну сторону, ту в другую. То есть мы понимаем, что особо никто вперед не вырвался. Но проблема основная в том, что Джаггернаут очень мало имеет на данный момент. 3200 всего лишь Нетфорса. Относительно того же Сларка, который очень богат. У него 5100. Зато есть Enigma, который имеет как оффлейнер соперника. И на этом можно сыграть ранним Мекканзом, идти и пушить строение, принимать какие-то драки. Когда у вас есть Мека плюс Omni Nights с хорошим уровнем, то в принципе убить вас довольно тяжело. То есть сейчас под реверсполярец такого бюрста особого нет. Эмбер может лететь. Но если грамотный Purification, все. Так, выход на Чилиса возможно будет сейчас. Есть Крест. Возвращать его будут обратно под прокаст. Инксвелл накастовали. Purification. Еще буквально пара ударов и Чилис погибает. Хороший фраг. Первый. Размочили счет. Атака в центре. На Тимса возможно будет. Тег Тима. Идалонов очень много. Snowball. И все потратил на развороте. Муллифайс получает. Миндайт пульс под ноги. Но Куку, конечно, такой себе цеплятор. Вряд ли. Вряд ли бы как-то смог ворваться Куку, подцепить. Или был бы там какой-нибудь, я не знаю, Grimstroke рядом. Возможно там, да. Набегает Куку под Эксвеллом и так далее. Цепляет туда. Тут на развороте попытка забрать Куку, но тоже прохладная. Потому что Куку уже довольно плотный. Его не пробить. В это время продолжать. Ты слышишь в зале? Конечно. Нашего зала очень длинный сеп. Длинный сеп пошел? Очень длинный. У кого сеп длиннее его зала, интересно? Или у кого-то в компендиуме? Ну, мы видели у Ами неплохой такой сеп. Да. В прошлой карте он демонстрировал. Вот он Габи. Фейзы. И барабанный выход. Ну, опять-таки, стандартный запак пока. Там дальше, конечно, особо бафов он никаких, наверное, не получит. Я имею в виду на урон, как это может сделать Магнус в противоположной команде для Сларка или для Эмберспирита. Придется, по-моему, на своих как-то играть. Ну, молнии, наверное, какой-нибудь айтенбилд будет самым хорошим. Ну, что-то такое, да. Бюджетный вариант на урон, да. Почему нет? Магнус здесь также продолжает фармить. У Магнуса все хорошо. Чилис дальше будет выходить также в Мекку. Видим статистику по фарму сейчас у нас Ама. У Амы очень много нейтралов уже, да. Он зафармил. Плюс у него пассивный там доход. У него сабелька уже имеется. У него все хорошо. Обычно, когда Сларк появлялся, вот в те периоды, когда он выходил из мета, его начинали гнобить активно на линии, там дабла какая-то его убивала. И Сларк вынужденно уходил в лес, где-то там собирал свои деньги. Здесь у Ами была поддержка двух суппортов, то есть старт великолепный. И он покупает себе первым артефактом там не медас, а сразу саблю делает. Это одновременно билд, который помогает тебе играться. Статов очень много, то есть тебя тяжело забрать. Ну, и стаки ты тоже очень быстро набираешь. Ну, самое главное, реген мана тебе дает, как минимум, да. И плюс дополнительная тычка, это всегда приятно. Опять же, был новый рекорд только что на ваших экранах, что очень быстро приобрел себе этот артефакт Ама. Но, наверное, я думаю, что это обусловлено тем, что, опять же, играет без медаса. Обычно медасе, как бы, Сларки предпочитают взять себе первым артефактом, но... Там как игра строится. Так, у нас что там? Кладрунку хотят выйти сейчас игроки команды TNC. Да, Тимс забирает хосту в итоге себе. Мека ему уже летит. Нормал стаки делает. Ну, это известная возможность для мидера Кунки со стороны именно Radiant, потому что там через торрент ты можешь спокойно делать себе стаки, не уходя с линии. И Армал этим пользуется, этим периодически приходит, зафармливает. Соответственно, NetForce у него тоже неплохой. 6200 и выход в Radiant. Такой билд. Ну, билды разные, конечно, есть. Ну, вообще, да, но, наверное... Почему нет? Опять же, мы видели, как и VP играли с тем же Dragonite, который собирал себе тот же Radiant и вполне себе... Ну, видимо, необходим этот артефакт. И, учитывая, что уже достаточно много денег на руках у Кунки, этот Radiant довольно быстро появится. Опять же, Кунг это какой-то персонаж, он, конечно, может и бурстить при наличии достаточных артефактов, но он также может довольно долго жить. Ну, Radiant встает урон. И за счет этого Radiant, да, да. Все-таки встает урон. Так, батарею на топе, RP. Хорошо, скастовали. Могут забрать сейчас Гэби. Еще буквально пару ударов в стике. Неплохо же. Найт здесь. Он мне слэш залетает по FY, FY погибает. Нужно бы сбить ТП, но ТП сбить нечем. Улетает отсюда Чилис в итоге. И FY отправляется в таверну. Да, убили, убили в итоге таска. Попытка, конечно, интересная. Гэби на тот момент был еще даже без Drum of Endurance, но вовремя переходящий умнинайт, который вечно сейвит, он реально не дает тебе, ну, хорошо посчитать столько количества дэмэдж, чтобы пробить соперника. И пришедший сюда умнинайт исправил ситуацию. Да, и опять же, РП потрачено было в пустоту. Второй раз, по-моему, за игру уже. Первый раз была попытка забрать в миде как раз-таки Армела. Неудачная тоже была потрачена РП. У нас есть драка сейчас, возможно, будет за Т1. Но здесь как бы black hole имеется с другой стороны. Нужно быть поаккуратней. Прогоняет пока что команда LGD. Начинает забирать Т1 ТНС. Не знаю, готовы ли LGD защищаться без РП, конечно. Как они будут это делать, не совсем ясно. Там есть полный прокаст у команды ТНС, разве что без Omni Slash'а только. Прятался F5 в миде. Нападение на кунку. Есть Warl's Punch. Армела довольно больно. Кидает под себя корабль. Пока что живет. В это время набегает Teams. Малифейс. Поцепили F5. F5 сэвит. Снова хорошо. Здесь также подставляется и F5 выживает. На развороте. Фисты залетают от нас от Мэйби. Мэйби. Флэйк Бвард активирует. Отзонит Чилиса. Но Чилис без реверс полярити. Привязали двоих. Хорошо. Эйю могут забрать. Эйю буквально нужен один удар. Реминант пошел. В итоге врывается Teams. Guardian Angel спасает ситуацию. У Чилиса проблемы. Блэд Фьюри хороший. Раскастовывает Гэйби здесь. Минус два уже оформляет. О, а мы проблема. А, мы нужно бежать. Шадоу Дэнс его спасает. В итоге двух героев потеряли команда LGD. Можно отступать. ТНС спокойно на другие линии. Продолжать толкать их. Забайтились на Гримстроука. Эмбер Спирит увидел малый запас здоровья. Ягрод, ребят, полетел. Команда за ним. У команды нет ничего. А там некой хилы. Да, урона от Мэйби действительно было много. В последней драке. Но драка была немножко невнятная. Такое ощущение, что не было внятной команды от капитана команды. Что мы деремся или мы не деремся. Потому что как-то... То есть то не хотели подраться, то уже не хотели. И ты верно подметил, что действительно забайтились на саппорта команды ТНС. Так, у нас Крест вернется. Обратно сейчас у нас Эю. Опять бежит вперед. Есть РП. У Магнуса может залететь. Там пошла Blade Fury. Драка по периметру карты. Эю снова спасают. Миканцам отличный прокаст. Таска. Таск с ноутболом себя сейвит. Здорово с игром. Но Сларк один пытается драться. Его зажали с двух сторон. Блэк-кол! Солом сейчас Энигва. РП только в себя впитала. Не дает ворваться в драку. Самое главное. Чилису. И теперь нужно бежать. Сларка забирает в итоге. И снова очень битый. Очень битый также Чилис. Подвозит там, конечно, на скювере двух игроков команды ТНС. Но сам буквально в одном ударе. От того, чтобы отправиться в таверну на развороте. Армеля пробивает очень больно. Армель погибает. Отправляется в таверну. После байбэка возвращается обратно Амэ. Убегает отсюда Куку. Нужно сбить ТП. Сноу-бол пошел от Эфбаи. В это время внизу улетает. В итоге Куку выживает. Погоня продолжается за Джиггернаутом. Омни слэш. Отлично. Но очень грамотно впитывают урон игроки команды LGD. И погоня продолжается за Гэби. Скорее всего его тоже не отпустят. Это будет еще один минус. И это будет еще один стак для Сларка. Приятненько. Минус три в итоге. За счет байбэка Сларка делают на развороте игроки команды LGD. Интересно. Но Black Hole скастовать здесь, ну, фактически нереально. А я думаю, что Black Hole был именно в первую очередь скастован для того, чтобы не дать ворваться Чилису. Пока там забирали Сларка наверху, знаешь, аккуратно втроем. Чтобы как-то он не смог помешать этому действию. Просто дали Black Hole, чтобы оставить Магнуса именно внизу. Но в итоге Black Hole сбили. Реверсполярити было в целом неплохое. Немножко заигрались ТНС. Они думали, что вот сейчас они непобедимые, но урона в этот раз LGD хватало. Но опять-таки на Тоненького. Вот буквально один лишний хилл какой-то по Джиггернауту. Он там уже разворачивался давать умни слэш под Heavenly Grace. Но пока вот этот turn rate, пока он не свернулся, его уже смогли убить. То есть все на минималках. Ну и неплохая драка для LGD. В итоге экономика выравнивается. Счет 5-7, 19-ая минута. И интрига сохраняется. Да, там Crimson Guard появился в это время на топе нападения на Армела. Могут забрать его. Есть корабль. Стан залетает сверху. Буквально еще один удар. И Армел погибает. Еще один стак для Сларка. Еще приятнее. Копим, копим, копим. Да. Уже три. Как минимум. И скоро появится Blocking Bar. Также для Амы. Опять же, приятный бонус для Сларка в этой игре. То, что есть в команде Magnus, которая на тебя вешает Empower. И ты просто фармишь с бешеной скоростью. Плюс у тебя еще Dark Pact. Вы просто посмотрите. Буквально пару ударов. Он целую пачку крипов забирает с линии. Уходишь в лес. Также довольно быстро все выфармливаешь. И NetWars твой продолжает расти. У него уже 8500. А если посмотрим на Джаггернаута, то всего лишь 6300. 6600, прошу прощения. Очень мало. Причем молний нет. По-моему, там убили сейчас Кунку. Он не успел нафармить себе на Radiance. У него только Сакртрелик был. Да, смотрите. Очень неприятная смерть. Это опять-таки сбитие таймингов. Поэтому нужно, наверное, TNC немного успокоиться. Дофармить себе эти ключевые артефакты. Но очевидно, что Кунка с Radiance намного сильнее, чем без Radiance. Очевидно, что Джаггернаут с молниями даст ДПС больше, чем без молний. Поэтому пофармить не нужно. Плюс геревцы появятся. У них тоже очень приятно. Потом уже можно вступать в битвы. Но будет 20-ая минута. И, скорее всего, придется выйти и подраться за одну из баунсов. Особенно на верхней линии команде TNC. Готовы ли будут к этой драке ребята из LGD? Видим, что Аме собирается приобретать себе БКБ. Эмбер тоже БКБ. Два Блокинг-бара. Это хорошо? Да. Это лучше, чем их отсутствие. Давайте будем, честно, даже ваш капитан очевидность, если что, в эфире. Но это правда. Там продолжает фармить свое БКБ также Аме. Ой-ой-ой. Хорошая рунка сейчас застается с Ларку. Вот под нее бы, конечно, подраться куда-нибудь выйти, но не подставляется никто из игроков команды TNC. И мы видим ситуацию, что три баунти-руны в этот раз забирают себе команда LGD. И вообще, в целом, по игре у них с контролем баунти-рун все гораздо лучше, нежели у их оппонента. Ну, ненамного. Там две лишние баунти по итогу они забрали за все время. Но это то самое преимущество, которое у них есть. Тысяча, как раз-таки, за счет баунти-рун. В целом, в остальном, игра абсолютно равная. Идет, наконец, Радиан Сукунки заобузил крест. Что Смог? Какой-нибудь будет сейчас Смог разбивать TNC. Отправляется на поиски кого-нибудь из команды LGD. Кого, в теории, могут найти? ААМА в идеале бы забрать. Но ААМА уже свежая БКБшка подъехала, и его не так-то просто будет забрать. Через Блэк Холл, возможно, если хватит бёрст урона за время контроля. Но ААМА не подставляется. Прекрасно понимает LGD, что сейчас не видно никого на карте, кроме, наверное, Гэби, который стоит на линии. АТНС забежали в чужой лес, поставили сентри. Вражеский пока что не ломают, я так понимаю, чтобы не палиться. ААМА спрятался. Они не знают то, что АМА есть БКБ. Вот сейчас он выходит, но уже крест пошёл, да, есть информация, прокликали его. А, в это время Блэк Холл. В это время Блэк Холл у нас на Эмбера кастуется. Мэби забирают. Отлично! Это ещё один хороший фраг. Мэби-то побогаче будет, чем АМА. Очередной крест. Возможно, придётся прожимать Блэк Кинг Бар, хотя нет, дарпакт имеется. Так что АМА здесь всё контролирует. Нужно Баншу сбить. Да, Баншу сбивает. Но потеряют ещё и Тауэр здесь LGD. Тауэр начинает падать. Блинк Даггер появляется для Ифуая. Ещё один плюс для подсейва какого-нибудь со сноубалом, да. Сэп! У нас тоже неплохо. Да, да, да. Ну, знаешь, он не супер длинный и не коротенький. У нас средний такой, так скажем, Сэп. Так что всё нормально. Забрали Тердова. Просто что дальше будут делать ребята из ТНС? Ну, 14 секунд до респана. Не успеет, конечно, ещё какой-то объект забрать. Поэтому просто отходит. Будет уфармливать дальше себе свои слоты. Наблюдаем пока за Омником. Кримсон готов. Ну, кстати, против физ урона. Вполне себе. Ну, с другой стороны, Сларк будет дольше убивать. Больше стаков наберёт. Ну, с этой точки зрения, да. Тоже большой плюс. Ну, самое главное, это, конечно, Аганим, что дальше будет появляться для Куку. Это крайне сильный артефакт для этого персонажа. Поэтому, да. Аганим ждём. Там уже почти 1200 на руках имеется. Подуспокоилась игра. Да и не сказать бы, что она прям супер насыщенная какая-то у нас. Вот вторая карта. Она такая более размеренная, более такая техничная, что ли. Но в сравнении с первой так точно. Да. Здесь активности чуть поменьше. Первая, это знаешь, как в боксе. Первый раунд. Там боксеры заходят. Давай друг другом есить. Там первые два. А сейчас подуставший. А потом уже подустал. Там в следующих раундах надо как-то больше на выносливость играть. На технику. На технику работаем. На стратегию. Именно такая игра. Ну, стратегию команды LGD неплохая. Да, вот мы говорили о том, что Omni Knight плотная. Эта плотность позволяет Сларку вроде бы набирать больше статов. И этот вот Guardian Angel обновлённый тоже с Аганимом будет. Всё это вроде как для Сларка. Посмотрим, как с этим Сларком будут справляться. На самом деле, вот мы видели Black Hole в Ember Spirit и Ember Spirit умирает. Где-то, если Vengeful Spirit растеряется, где-то будет находиться вне позиции, там, я не знаю, элементарно рейндж будет слишком большой, не будет линзы, да. Или просто каким-то образом выключить другие персонажи. Тогда Black Hole – это та способность, которая даст возможность тебе просто убивать Ember либо Сларка в драке. Поэтому, ну, мы видели, как это работает. Да, но и с другой стороны комбинация очень хорошая. Имеется у LGD, у них есть и РП, у них имеется там инициация через того же Таска, через ту же Вингун и Короняк, если даже Шана не будет сэвить, кого-то свапать, ключевого забирать. Главное, чтобы это было не Тайтхантер, знаешь, в лучших традициях. Свапнем Тайтхантер, убьём дроваги. Обычно это так не работает. В миде там Армайла могут подвести до таверны. Армайл очень больно ему, успевает уйти на кресте обратно. Врывается Мэйби до конца. Мэйби очень далеко зашёл. Мэйби прожимает БКБ, идёт очень глубоко. Пытается забрать Армайла. Армайла забирают. Нет, Армайла не забирают. Армайл живёт всё ещё за счёт того, что был Кринштон Гвард. Погибает только сейчас. Эйби возвращается обратно после байбэка. В итоге минус два. Формляет LGD. В это время Ку-Ку. Один. Врывается в Эфвайя. Откидывается фистами у нас Мэйби. Ку-Ку. Эфвайя расходится по обе стороны Брикад. Драка продолжается. РП в итоге вкастовывается отлично. Забирают Эйо после байбэка. РП, правда, потрачено на одного саппорта. Там Хилингвард работает. Варлспанч залетает. Пытаются пробить Ку-Ку. Ку-Ку на развороте. Один. Просто на всю команду. LGD агрессирует в это время. Ставром расправляется у нас... Я так понимаю, к РП обычно расправились, потому что никому он не достался. Но самое главное, что забирает LGD его в свою копилочку. Очень нагло, очень дерзко залетели. Но это реализация так называемой БКБ-шек. Эмберспирит сразу БКБ 10 секундное нажал. Увидел цель. Увидел Кунку. Они вначале только Реста его половину здоровья снесли. А вторую половину Эмберспирит уже как-то не будет досправиться. Как же много урона от Мэйби залетает. Вы просто посмотрите на эти цифры. 7600. Это просто какие-то астрономические цифры для данной минуты, как по мне. Но он сильный. Он с молниями. Четвертый Флэмгард. Он еще и под Эмпавером. Это уроны физические. И еще и магии добавляют молнии. То есть там всего хватает. Плюс Флэмгард, конечно же, тоже. Так. Сейчас будут появляться баунти-руны очередные. И под них, возможно, подерутся. Но там сканы. Там сканы от команды LGD. И вряд ли. Или пойдут. Амы с Шадоублейдом уже. С Шадоублейдом и, возможно, подерется даже здесь. Кто перекликает? В итоге Куку. Куку оказался побыстрее. Да, врывается в него Ама. Есть баунт. Хорошо. Но дальше не стал врываться. 14 стаков у него имеется временных. 5 постоянных. А там, смотри, ТП. Сейчас, возможно, будут прожимать смок. И, возможно, будут байтить на Тимса. Давайте посмотрим. Тимс уходит. Нет, команда уходит в другую вообще часть карты. Знают, что нет реверсполярити. Возможно, попытаются воспользоваться этим обстоятельством. Да, нажимается смок. И прямо сейчас, возможно, будет выход в центр. Гэби первый. Ну да, будет драка. 3 на 4. Похорошему. Можно цеплять через крест. Есть крест. Отлично. Торрен подсадили. Он использует Юл. Юл спасает положение. В итоге Черис убегает отсюда, да. И не получилось никакой агрессии у команды ТНС. В это время по топу пушится линия от Амы. Ама уже практически забрал здесь Т1. Есть очередной крест. Возвращает обратно Ама. Неплохо успевает уйти на Паунсе. Нечем подцепить. Shadow Blade. И до свидания. Ручка помахал Сларк и убежал. Могу сказать, что Ама уверенный в себе Сларк. Потому что вот в таких ситуациях не нажимает БКБ. Он уверен в том, что он нажмет хорошо Дарпак и Паунсе. Просто уйдет. Его не поймает. Вообще Дарпак хорошая опция. Выходить из большого, наверное, большинства контроля, которые здесь есть вообще на карте в целом. БКБ это такой крайний вариант уже, когда совсем дела плохи. Это прям в драке. Да, ты прям нажимаешь его, чтобы просто бить и резать. Чтобы за нечаянный какой-то корабль не погибнуть элементарно. А тогда цеплять. Ну вот если у Кунки не получается сделать свои комбинации против Сларка. Единственное оружие это Black Hole. Black Hole сбивается. То есть фактически у Сларка такая фри игра выходит. И поэтому он позволяет себе вот выходы в соло на вышку. Если на него нападают, он даже по КП не нажимает, уходит. И пока что делать с этим Сларком не совсем, я думаю, понимают ребята из ТНС. Так. Там Блинкдаггер появился тем временем для Тимса. Летит ему в курьере. И это значит, что есть еще одна возможность как-то сагрессировать самим ТНС. Сэнджин Яша появляется также для Гэйби на Джаггернауте. Армелл себе продолжает дофармливать Black King Bar. В это время как дела там у Мэйби? Слушай, к разговору о уроне, который наносил Мэйби. В принципе чудовищный урон, так это лучше. Да, да, да. У него, я просто смотрю, уже третью драку подряд он один раздает просто за всю команду. Там 105-107 тысяч у него. Очень много. Действительно. 90% дэмэдж он носит именно в драке. А тут скоро появится еще и Аганим для Эмбера. Мы же все знаем, насколько Эмбер сильнее становится с этим артефактом, да, новым, который не так давно ввели. Ну и сам Мэйби опять же в интервью говорил о том, что это самое лучшее дополнение Аганимное. Вот тот патч, который выходил для Эмбер Спирита. Он считает, что это прям вот самый смак и Эмбер Спирита сейчас нужно просто брать, если есть возможность. И он это там показывает. Действительно Эмбер Спирита дает массу урона, это пока еще без Аганима. Потом появится Аганим, будет вообще жесть. Возможно, сейчас будет драка, потому что выходит под Т1 LGD. Пока что Амэ разбирается с Т1. В спину забегает Мэйби. Мэйби выходит, пошли фисты, привязали Эю. Есть реминант. Эйби забирают. Эйби погибает, отправляется в таверну. Байбека у него нет. В это время погоня за Гэйби. Гэйби на ход кидает Хеллингвард. Пока что живет. Он пока что зажат. Хеллингвард убить пар. Хеллингвард убить пар. Хеллингвард убить пар. Эмбер Спирита. Эмбер Спирита. Амэ поднимает Шипом. Но там Торрент, корабль будет залетать. Амэ нажимает Блэкингбар. Магнус получает. Омнистэш. Есть свап. Сейв отлично. От Мэджи Фул Спирит. Омнистэш работает дальше. Сноубол есть. Избивается моментально, конечно же, свапом. Мэджи Фул Спирит. Таск погибает один в один пока. И Амэ сможет ли он уйти. Нет. Так снова забирают. Амэ на развороте врывается в Ку-ку. Хочет забрать хоть кого-то здесь. В это время драка просто происходит не в одну калитку, потому что Амэ на стакл уже очень много там статов. Куку могут забрать. Куку еще буквально один удар нужен, пока что живет. Успевает себя захилить. Отлично, Амэ. Сколько у него? 20 стаков уже на себе имеет. Это достаточно много. Возвращается обратно Мэйби. Пытается хоть кого-то здесь подцепить, но никто не подставляется из команды ТНС. На этом драка заканчивается. И там еще баунти руна, да, сверху досталась. Так понимаете, что это? Или что-то лежало, в общем. По-моему, баунти руна была. Ладно, не суть важна. Слушай, драку выиграли ТНС. Они убили просто больше саппортов. Каким-то чудом выживает Омни Найт. Вот действительно, вот эти способности лечащие и корабль, который залетает, который игнорирует большинство урона, входящего в тебя, в твою команду. Это помогает команде ТНС выживать от этих нападений Эмбер Спирита и атаки от Магнуса с его реверсполярити. Круто получается. Ну что ж, 28-я минута, 29-я. Скоро появятся через минуту очередные баунти руны. Продолжается игра. Блинкдагера мы видели уже в действии у Магнуса. Отличный РП было. Дальше пока не ясно, что себе будет приобретать. Да, в принципе, у него же там номинальный набор артефактов есть. Юл, блинк, ну и рефрешер. Сверху. Ой, интересно. Гэби не видит пока. Ой-ой-ой, опасно. Опасно. Есть имтег. Хорошо. Врывается на Гэби. Блэд Фьюрия успевает прожать. На развороте. Миднайт Пульс. Хорошо. Подвоим здесь действуют игроки команды ТНС. Пошла Мека. Привязка подвоем от Гримстроука. Погибает в итоге Фа. Отправляется в таверну. БКБ прожил Амэ. Амэ пока что живет. Амэ дерется до конца. Да, Гэби в это время. Здесь там драка зашла в спину. Погибает Энигма. Энигма отправляется в таверну. Это один в один размен. Драка продолжается в шаду. Дэнси убегает. Амэ из драки. В это время тут Мэби с БКБшечкой. Привязывают Ку-Ку. Ку-Ку может погибнуть. И набегает Амэ. И Ку-Ку погибает. Отправляется в таверну. В рассыпную остальные игроки команды ТНС. Ну и на этом в итоге драка, судя по всему, подходит к концу. Терпели, терпели ребята из ТНС. Ну не вытерпели, да? Потому что Эмбер Спирит все-таки со Сларком на продолженной дистанции. Опять 8200, да, 8300 урона носит нас Эмбер Спирит. В этой дистанции слишком много дэвов. Просто какие-то заоблачные цифры, я не знаю. Почти 9000 урона за драку. Такое перехилить просто не получается. Пережить тем более. Ну что ж, падает Рошан. Рошан должен падать довольно быстро. Здесь, конечно, Армал попытается как-то помешать. Закидывать торренты, возможно. Но один он ничего не сможет. Опять же, без Ку-Ку драться смысла нет. Скорее всего, потому что нужен он будет в драке. Время потянуть надо. 23 секунды до возвращения он мне на это. Вот пытаются закидывать торренты каким-то. Кажется, патроны волшебства находятся Армал. Был, во всяком случае. Реверс полякцева того же Кирнау крутится. Он успел нажать вертушку. Тимс идёт дальше. Останавливается временем Таска. Снова Мэйби играется соперником. Прыгает Ами под БКБ. Пытается Тимса взорвать. Тимс погибает очень быстро. Байбека нет. Тут же лишает жизни Мак. Усо есть Солбайн. Конечно, никакой способности нет. Но Гэйби просто ускоряется. Получает стат на развороте. И Омни Слэш не хочется кастовать. Слишком много целей. Понимает, что не хватит урона. Сноубол пошёл. Попытается Гэйби забрать. А здесь уже Ама. Гэйби отрезана от своей команды. У Гэйби проблемы. Гэйби кастует. В итоге Омни Слэш за счёт этого живёт. Гэйби сейчас вернётся обратно. Из него высасывают статы. Продолжают. Есть в Блодфюре очередное. А там Мэйби. Мэйби сохранил БКБ. Пошёл убивать саппортов. Спины сейчас. Два кор-героя. Гэйби и Армел пытаются драться. Саппортов просто забили. Гримстрок погибает от рук Мэйби. Тут уже Unstoppable. А Амми под своим ультимейтом. Под Шаттудэнсом грызёт Армела. Использует снова Дарфакт. Захватить его просто не получается. Не будем забывать, что там Аегис. Ему вообще плевать. Он может спокойно разменивать даже свою жизнь. Действительно, Мэйби отлично там сыграл последние драки. Вырезал саппортов. И вынуждены отступать были ТНС. Опять уже 7000 перефарма за командой LGD. Отличная от них драка. И можно идти реализовывать Аегис. Там бабочка уже скоро появится для Сларка. Остался только Талисман у ворота. ТНС сейчас страдает от того, что не могут просто поймать контроль ни Эмберспирита, ни Сларка. Вроде как есть БКБшки. Казалось бы, вот обычная ситуация. БКБ заканчивается, и у тебя вроде что-то будет. Но здесь у команды ТНС пик такой. Что кроме как крест, торрент, корабль, ну по факту ничего дать не можешь. Энигму выключаем. Энигма не работает. Да, ну и вот он тот самый заветный Аганим появляется для Мэви. И бабочка у Сларка. И бабочка у Сларка, да. И 9000 преимущества. От команды LGD 1610 выигрывается драка за дракой, где два кургероя просто носят немыслимое количество дэмэджа. Особенно, конечно, Эмберспирит. И перебить их ТНС не могут пока. Джаггернауту не хватает дэмэджа, чтобы просто дать пару ударов, критануть и убить соперника. Блэкхолл Тимс кастовать не может. Он просто всю драку ждет, когда закончатся два заряда на этих свапах у Венжи Фулл Спирит, но она их держит. На Джаггернауту как минимум какой-нибудь плюс один слот надо будет, чтобы просто наносить этот урон, потому что у него нетворс крайне печальный сейчас. Вот я вижу то, что у него, в принципе, правильная идея. Мы собираем Эбисол. На всякий случай. Ну, бывает себе там расклады. С тобой дерется Сларк, у него заканчивается Тарпак. Ты вот в этот промежуток маленький успеваешь закинуть Эбисол. В долю секунды. Да, в долю секунды. И как-то подконтролить его. И просто на какой-нибудь роддомный башек всегда можно рассчитывать. Тоже приятно. В это время в миде забирают у нас LGD T2. Отступают спокойно. И, наверное, переместятся что? На верхнюю линию. Там все еще Т2 имеется. Плюс довольно сильно отпушена линия. Но тут, правда, задние фисты буквально. Мэйби разбирается с пачкой крипов. 1700 у него уже на руках. Самое время как-то реализовать Аегис. В миде Гэби. Возможно, будет выход на него. Потому что здесь неподалеку Ама. Видит Гэби. Врывается на него. Гэби прожимает Блэдфьюри. Сюда набегает Мэйби. Ну, просто статов немного набрали. Показывают таким образом ребят из LGD, что это их территория. Это их точка. Не надо вообще вылезать из базы. Сидите там. Ну, вообще похоже на правду. Потому что мы видим, что вся команда TNC вообще на базе стоит. Они боятся даже спуститься с хайграунда своего. Потому что слишком страшно. Там Аегис, там Сларк перефармленный. Там очень перефармленный Эмбер. И против этого всего драться не хочется. Причем в обычной ситуации у команды остается там какая-то одна линия, которую можно бесконечно сплитпушить. Сделать ТП, потом возвращаться на базу здесь. За счет того, что есть Эмберспирит с Аганимом, ты просто ни на какую линию выйти не можешь. Эмберспирит везде. Его команда рядом. Так, ну что, попытка выйти все-таки от команды TNC. Разбили смог. Возможно, в спину выйдут на какого-нибудь Амэ, как вариант, который сейчас вот бегает буквально справа, справа, неподалеку. Он только будет рад к этому. У него Аегис еще длится полторы минуты. Бейте меня семеро. Я готов. Говори, Амэ. Там у него уже достаточно много денег на руках. Будет дальше приобретать себе скади. Тоже плюс статы дополнительные, плюс замедление. Приятно. Да, выживаемость хорошая. 23 уровень уже Амэ. Вот вроде бы вышли по верхней линии TNC, но крипов нет. Да, крипов нет. Там забежал у нас Гэйби по линии, отпушит линию, и не удастся T2 забрать. Башер появляется также для Сларка. Тоже хороший артефакт для этого персонажа. Ну и мы видим, что Энигма собирается, я так понимаю, линку себе собирать, да, чтобы обезопасить себя от сбития Блэкхола все-таки как-то. Куда бедно. Но опять же не будем забывать, что там два заряда. Да и вот тот баг, насколько я знаю, все еще работает. Баг стоит в том, что ты когда используешь свап на Энигму с линкой, то линка сбивается, а свап-заряд не теряется. Да? Ну, тем более. Если это не пофиксили, то это прям совсем беда. Тем более тогда. Так, в это время нашли кого? Это Гримстрок, Эйо должен погибать. Есть ремена, она врывается сюда, Мэйби, привязка по двоим. Неплохо, также ответная привязка от Мэйби. Связал чинсами там также двоих. Есть Гримсон Гвард, погибает Эйо, отправляется в таверну. Мэйби продолжает свою погоню за Ку-Ку, забежал довольно далеко. Посадили его на крест, вернут обратно под проказ на корабль. Нет, не возвращает БКБ. В это время РП закастован неплохо. Гэйби начинает фокусить, возит Гэйби. У Гэйби проблемы, башники прокают. Гэйби очень больно, есть Гвардия Найджел, но тут паунс. Неплохо, Гэйби живет. Опять же, Хэвенли Грейт спасает ситуацию. Просто сразу же выбегаешь из этого паунса, и тебя не могут бить. Ну, всеми возможными способами защищали этого Джекернауто. Вот в очередной раз ему удается активировать крутилку, этот Блейд Фьюри, когда прыгает Магнус. Понятно, что Магнус прям под конец Блейд Фьюри сейчас залетал, но тем не менее, все равно сразу какой-то фокус Гэйби не получал. Нужно было подождать, когда крутилка закончится, потом этот был Скювер, и, соответственно, не пробили. Так, ну что, баунтируны. Также контроля здесь очень хорошо. Игроки команды LGD. Три забирают себе, сразу же подтягиваются на верхнюю линию. Там две катапульты, и это значит самое время выйти на Т2. Т2 целехенький стоит, тут Гэйби прячется. А мы также неподалеку находимся. Что у нас по ультимейтам? РП потрачено было, есть Блэкхолл с другой стороны. Но его наличие никого не успокаивает. Особенно филиппинских зрителей, конечно, и фанатов. Этот Блэкхолл, ну я не знаю, мы, конечно, очень хотим, чтобы был красочный Блэкхолл в пятерых, но поймать такой момент здесь просто нереально. Знаешь, объективно понимаешь головой, что крайне маловероятно, что такое произойдет очень больно. А мы, кстати, здесь. А мы подловили, а мы могут забрать. А мы живет, убегает. Хорошо, успел уйти в Шаду Блейд, потому что иначе бы он погиб. Проверил своего героя на прочность. На крест подсадили Таска, Таск с ноу-болом доджет крест. Там Мэйби в спину зашел опять по суппорту. Бокобой нажал, есть Саулбайнт, и просто под этим Саулбайнтом есть Блэкхолл тот самый. Ваньки урон, Караполь залетел в бизус 3. Бизус 4, Тикси! Как он это сделал, боже мой! Он поймал вот этот момент, чтобы ворваться и дать этот Блэкхолл. Это еще, возможно, здесь не конец. Нет, убежит Челис. О мой Бог, что это сейчас было? Просто все сразу потипали Тимса. Тимс здесь, конечно, MVP. Просто невероятный мув. Какой Блэкхолл? Я бы потипал Венжи Фул Спирит, где она стояла. Блэкхолли. Блэкхолли, отлично. Блэкхолли стояла. Но это момент. Вот мы говорили об этом. Тимс ждал. Ждал. Он всю игру ждет. Он не может дать Блэкхолл. И вот одна маленькая возможность. Доля секунды, когда соперник ошибается. И они прыгают и просто разрывают оппонента. Там и корабль, там удар. Вот этот стайдбрингер. И там нет байбэков. И очень много сейчас могут забрать. Давайте посмотрим на реплеи. Сейчас очень внимательно. Мэйби зашел в спину под боком. Он так делает всегда. Три героя здесь. Вот она, Винга. Не, Винга вон бежит. Она просто получила корабль в лицо и умерла. Она не успела. Она просто бежала. У нее нет линзы. Она слишком далеко находилась. Браво. Браво, Тинси. Они делают камбэк с минус 15 тысяч до 6. Отставание. 9 тысяч отыграли. Ролл на плавину отыграли. И Тир-3. А дальше Святыни. А тут может быть еще и центральная линия упадет. Так как у Эмбер Спирита нет байбэк. И Сларк не особо торопится выкупаться. У Тинси внезапно становится все хорошо. Да, они сейчас могут сторону сломать. Падают бараки по центральной линии у команды LGD. Довольно легко и быстро. Да, сторону забрали. Тинси сразу же перебегают на верхнюю линию. Возможно, придется даже делать байбэк такими темпами. Но на Сларке, видимо, да, понимают Тинси, что без байбэков мы отчуда не уйдем, друзья. LGD, вы сейчас потеряете Т3-2 на топе. И как бы это вторая карта. И Тинси-то впереди. Эмбер Спирита надо ждать, надо ждать Эмбер Спирита. Потом Сларк может выкупиться. Эмбер Спириту нужно начать. Так, Карл Сланч, хорошо. Эмбер появляется. Сларк пока что байбэк не тратит. Пошел прокаст. Тут пытается как-то развлекать своих оппонентов F.Y. Живет за счет этого. РП по двоим. Неплохо. Увозит Шелис. Но урона просто не хватает. Пытается как-то раздавать его Мэйби. Но уходит на Блэйдфюрию Гэби. БКБшка пошла. Попытка забрать Эю. Эю скорее всего заберут. Нет, Гвардин Энджел. Нет, все-таки Эю забирают. Эю погибает. Отправляет в таверну. Габбл потрачен. Армел тут пока что мансует. Дерется до конца с F.Y. Армела вдвоем могут забрать. Варлд Спанч. Армел все еще живет. Армел из него продолжает здесь выбивать хпшку. Армел все еще жив. Погоня за F.Y. Привязка. И Армел погибает. Минус 2. Дальше, дальше Ами после возрождения. Он не выкупался. Дет до конца за Ку-Ку. Ку-Ку, Пурификейшн, Хевенли Грейсы. И просто бегать, выигрывать время. Конечно, хочется уйти. Но Мэйбис там приходит отчет ремнантов. И спасать уже Ку-Ку некому. Да даже если Ку-Ку сейчас заберут, в любом случае. Тиньси сделали очень много. Они забрали полностью центральную линию. Они практически забрали топ. Это очень хорошо сейчас для них. Самое главное, что выжил в последней драке Джаггернаут. Он продолжает фармить. И видим статистику байбеков. Что три персонажа у команды ЛЖД имеют байбек. Четыре персонажа имеют у команды Тиньси. Нет байбека, только у Нигмы пока что. Никто байбеки не тратил. Не выкупался даже в этой ситуации. Актерин Корп появляется у Эмберспирита. Ну и Рошан. Да, да, да. Это то, что получают ребята из ЛЖД за то, что Тиньси слишком долго оставались на их базе. Они потеряли корп персонажей. Нет Армела, нет Ку-Ку. Поэтому ЛЖД получают доступ к этому Рошану. Да, Рошан точно упадет. Минус армора достаточно. Урона с руки также. Ну что, ЛЖД немножко реабилитируется. Друзья, поддержите, пожалуйста, команду ЛЖД. Они на грани вылета сейчас. Очень тяжелая ситуация. Да, в зале, я смотрю, все больше и больше людей. Приятно, приятно вас всех видеть. Ну что, Аегис теперь есть в наличии. Самое время его как-то реализовать. По миду отправляется ЛЖД. Там, правда, забирать особо нечего. Только на хайграунд, если идти. Там целая база, хочется забрать. Ну, базу, да, неплохо было бы. Дабл дэмэдж в наличии есть у Мэйби. Мэйби себе дофармил. Уже Актерин Корр. Еще и Баунти Руны здесь подконтролит. И дальше будет себе Радианс брать. Не поздновато ли на 40-й минуте, нет? А, или, прошу прощения, там, возможно, был... Забыл, в общем. Соберись, Джем. Соберись, да, соберись. Соберись, Джем. Соберись. Пока забирает Тир-2 на верхней линии. Последняя внешняя вышка падает. Идалон дэмэдж берет себе Эникма на 20-м уровне. Интересный талант. Так, ну и с дабл дэмэджем под Актерин Корром. Мэйби пошел. Будут забирать ответ на какую-то линию. Постараются сейчас от ТНС. Все воскресли. Все готовы. Блэкхолл имеет. Смотрите, Тимс нажал смок. Он в смоке стоит. Он ждет того самого момента, чтобы дать еще один Блэкхолл и похоронить команду ЛЖД. Гэйби начинает драться. Тимс заходит. Блэкхолл под ногой. Кастовали. Крэшком закастовали Амэ. Амэ погибает. Амэ с Аегисом. В это время погибает у нас Винга. Винга отправляет в таверну без Байбека. Могу второй раз забрать. Сейчас у нас еще и Чилиса. Чилиса отправляется в таверну. Амэ возвращают обратно. Нужно дофокусить Сларка. Сларк убегает в инвизии. Его нечем по контролю. Неуязвимость. Нет. СН3. СН3 оставится слишком поздно. Улетает также Эмбер, Спирит. Сдержали натиск соперника. Ребята из ТНС. Здорово. Чуть было не убили Сларка. Да, в итоге уходит отсюда у нас Мэйби. Мэйби уже тоже никак не подцепить. Это минус 2. Безответные оформляют ТНС. Приятненько. Плюс выбитая Аегис опять же. Не позволили зайти LGD на свой хайграунд. А это значит, что можно идти в ответ. Почему бы и нет? РП там нет. Блэкхолл, правда, также отсутствует у команды ТНС. Но для них, я думаю, это не большая проблема. А тут в это время... А, а. Светыня. Там светыня. Но там самое главное, что у Магнуса рефрешер имеется. Если что. То в теории это может быть 2 РП в следующей драке. Проблема в том, что когда ты ешь Эверс Полярити, ты встречаешь вот эти вот Heavenly Grace и статус с резистансом. Ты получаешь ультимейт от Омни Найта. Вот ДРП пробивать трудно. Вот нужен прям тот самый жесткий урон. Причем должна быть комбинация и магии, и физики. Потому что одной физики, очевидно, не хватает. Ты не пробьешь просто ультимейт Омника. Нужна еще и магия. Там лечения очень много. Тяжело. На самом деле, Эверс Полярити, пусть даже оно будет не одно, но оно здесь не выглядит как прям, ну, супер решающим оружием. Здесь нужно, чтобы в грамотной позиционкой от Эмбер Спирита. Вот то, что делал Мэйби в начальных драках, он залетал под БКБ и разбирался с суппортами. Вот то же самое нужно сделать здесь. Энигму найти. Постараться ее обезвредить. Пусть она дает Блэк Холл, точнее, в одного там, кого-нибудь. В Эмбер Спирита под БКБ. Черт с ним. Ну, вот не так, чтобы забирали Сларка и выбивали у него какой-то Аегис. Да, ну и мы видим, что у Сларка уже 5-секундное БКБ. Он, конечно, продолжает фармить. У него по Нетворце все хорошо, но байбэка у него нет. Не хватает немножко денежек, а байбэк у Тиньси у всех имеется. Гем также в наличии есть у Таска. У Таска есть уже Аганим. Сейчас будем пробивать с ноги. В следующей драке неплохо. Ну и мы видим, что преимущество особо-то не растет в пользу команды LGD, но и, в принципе, также в пользу команды Тиньси тоже не особо растет. Оно устаканилось на позиции 6000 преимуществ. Для LGD, ну что, возможно, будет ответная вылазка какая-то от самих LGD, как вариант. Там они продолжают обрастать артефактами. Никаких загулов сейчас не произойдет ни с той, ни с другой стороны, то, скорее всего, просто будем ждать следующего Рошана. Потому что я сомневаюсь, что LGD уверены в своих силах, что они смогут 5 на 5 выиграть раку. Да и Тиньси особо, наверное, тоже не торопятся сейчас подраться. Давайте посмотрим, может быть, это и не так. Пока охраняют фарм своих кор-героев, бегают рядышком оба коллектива. Так и должно быть. Вижена довольно мало, причем и у тех, и у других. Особенно в чужой половине карты. Так, ну есть смог вылазка от команды Тиньси. Отправляются пока непонятно никуда. Может быть, в сторону чужого леса. Правда, я так понимаю, LGD тоже задумали смог разбить. Судя по тому, как они вчетвером собрались на своей половине. В миде пока что показывается мэйби. Он не спалил смог. Так, сейчас должен спалить, по идее. Да, смоки спали у нас Гэйби. Видит всю команду. Неплохие фисты. Привязка по двоим. А будет ли продолжение? Хотят вырезать хоть кого-то здесь мэйби. Прожал БКБ. В рассыпную игроки команды Тиньси. В рассыпную погоня за Эйю. Эйю мог забрать. Да, Ама врывается. Эйю погибает. Есть в развороте. Есть Эмберспирита. Можно просто уничтожить. Он рано нажал по КБ. Амми вступает в битву. Есть реверсполярит. Тут же Энигма. Реверсполярити был использован. Использован рефрешер. Но нет второго РП. Отлично сыграл Энигма. Выиграл фрэмми. Венджер по спирит с фапой. Дальше драка продолжается. Гарден Энджел активирован. Дапл дэмэдж о Эмберспирит. Делает байбэк. Сейчас постарается вернуться в драку. Вот он мэйби. Получает от краски баф от Макмуса. Постарается пробить соперника. Но Эфай страдает. Лечение не пробить. Очередной Сайленд Эмберспирит. Надо выживать. Торрент неточный. Уходит на ремнантах. Это было очень опасно. Мэйбэка не было мэйби. На развороте. Возможно ворвут сейчас. Забегает опять мэйби. Привязал двоих. Томама бегает в это время в инвизи. Лежит гем. Его никто не забирает. Забирает в итоге Тим себе. На этом драка заканчивается. Только двух персонажей забирают игроки команды ТНС. Ой-ой-ой-ой. Как же здесь все неоднозначно. Да. Но ТНС выглядит просто сильнее. Сейчас ошибаются. Элджи Демберспирит подставляется. Да. И потрачен был байбэк от него. Опять же вернулся наобратно в драку. И теперь понятное дело, что нельзя в следующий раз мэйби вот так вот идти вперед в наглую. Нужно будет несколько раз подумать. ДБКБ 5 секундный уже. Да. Как ломиться вперед. И это опять же развязывает руки команде ТНС. Они отправляются по нижней линии. Заберут скорее всего здесь Т2. Хекс появляется теперь еще для Кунки. Это еще плюс контроль. Еще плюс проблемы для команды ЛГД. Вспоминаю я вчерашний очень болезненный матч, конечно, наших Гамбит против Элайнс. Там тоже был такой момент, где Темпларка могла купить Хекс для дополнительного контроля соперника. Здесь тогда Тафонин же не сделал. Здесь это делает Кунку. Он покупает себе Хекс. Это очень важно, потому что когда 5-секундные БКБшки у соперника, есть шанс, что ты подловишь на нечаянный Хекс. И все. Эмберспирита можно будет стереть. Проверили там наличие Баунтирун, но в этот раз поровно законтролили команды по Баунтосам. И в итоге забрали Т2. И мы видим, что преимущество нулевое сейчас по экономике. Отступают. ТНС на свою половину продолжают фармить. Скоро появится Абисл Блэйд, долгожданный для Гэби. Немного осталось ему до этого артефакта. Ну и теперь мы видим, что ЛГД зажаты на своей базе. Не могут никуда выйти. Боязно. Да даже Эмберспирит, наверное, не так приятно, потому что без байбэка одна ошибка. Нечаянный Хекс. И ты проиграешь игру. Контролить на карте сейчас ситуации ребята из ТНС. Но скорее всего просто будем ждать следующего Рошана. Я думаю, это самый выгодный расклад для филиппинской команды прямо сейчас. Упускать из рук эту карту, где они сделали камбэк в 15 тысяч. Не хочет ни любой коллектив, тем более ТНС. Да, ну что. Я думаю, что ТНС не поломится вперед. Скоро, потому что пройдет основной таймер Рошана. И мы узнаем, через сколько очередной появится. Они пока что аккуратненько держатся в лесу команды ЛГД. Ждут, пока ЛГД уйдут со своего хайграунда. Они ждут одной ошибки. Ну и прекрасно все понимают. Так, ну и вот появился тот самый артефакт. Рефрешер есть у Нигме. Валерс Кик, основной пол. Гэби Бэйдфюри успевает. Реверс Полярити, Гарден Энджелс. Рабатывает издалека. У меня на это есть Аганим. Не забываем про это. Есть вап. Есть вап. Гэби контролит, хотят его забрать. Привязка по двоим хорошая от Мэйби залетает. Гэби живет, убегает отсюда. И в итоге его не забрали. Комбинация неплохая. Прыгает Аск с Валерс Кика. Закидывает тебя на свой хайграунд. Отличная комбо. Проблема, что ноль урона нанесли примерно. Ну или около того. Ну плюс-минус ноль урона, да. А комбинация замечательная. Мне очень понравился. Реверс Полярити, Валерс Кик. Это очень красивый вид. Но вот этот парень всю контрит. Это да. Так, ну что ж. Драка такая себе вышла для команды LGD. Отступаю на свою половину TNC. Опять же, не забывая, мы держим в уме, что там есть рефрешер у Энигмы. Теперь потенциально два Блэк Холла имеется. И у Магнуса есть рефрешер. Тут все надо в голове держать. Это верно. Но только проблема в том, что Блэк Холл — это, как говорится, обособленная способность, из которой нельзя выбежать. Знаешь, как из РП выйти пораньше за счет того, что у тебя есть статус резистанса. Здесь с Блэк Холлом это не работает. Так, проверяют Рошана. Там пошел доптаймер. Я так понимаю, довольно много времени накинуло. Да, судя по тому, что он не очень уверенно как-то откатывает. Что-то в районе трех минут, я так понимаю. Сегодня уже был один максимальный таймер. Близкий к максимальному. Вышли из базы LGD. Прекрасно понимают ребята, что вот сейчас Айеги с Амберспириту крайне необходим. Да, Ама. Опасный момент. Уходит в инвиз. Есть Хекс. Ама и опасно. Есть два Блэк Фьюри. Ой, господи, два. У нас Аббисал Дуэта залетает. Ама погибает. Отправляется в таверну. У него байбэк. Сларк, 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 Форстап. Он погибает. Так, и у него есть байбэк. Но там еще у него команда погибла. Какое же инициирование. Сларк убился на дабл дэмэдж. Просто жесть. Вот он, Хекс, животворящий, что делает. Вот тот самый контроль был, который необходим. Аббисал плюс Хекс. Два контроля. Ловите. Там была привязка от Гримстрока и два Аббисал Блэйда. Все, без шансов. Тебя сразу растерзали. Вынуждены делать байбэки. Слава богу, что там не поставился Мэйби. Потому что если бы Мэйби подставился, то это был бы конец, скорее всего. Забрали вторую сторону. На топе в итоге Тиньси. Отступает на свою половину. Смог разбили. ЛГД. Но, я так понимаю, здесь уже, наверное, у Тиньси никого не удастся подцепить. Тиньси дождутся появления следующего Рошана. Теперь у команды ЛГД право на ошибку вообще нет. Столько байбэков было потрачено. Столько способностей. И мне страшно это произносить. Но Тиньси ловит своих соперников на каких-то прям достаточно детских ошибках. Да, вот этот вот Сларк, идущий за Рунами без Бизжена. Что странно. Обычно этим славилась команда ЛГД, которая, как правило, как только оппонент ошибается, все, они тебя наказывали, брали, как говорится, за... За усы. За усы, да. И не отпускали уже до конца игры, потому что, ну, это такой стиль был у этой команды. Но здесь... О-о-о-о-о-о, да! Оцените, друзья. Это ультимативное решение от Мэйби. Он прекрасно понимает, что урон сейчас необходим. И это может сработать. Опять же, у тебя и имеется магнус в команде. У тебя очень много урона с руки. И мы видели, сколько Мэйби за всю эту игру наносит урона в драках в целом. Но с каждым разом как-то маловато этого дэмэджа чувствуется по сопернику. Тинси переживают, там Джаггера бьют через реверсполярити и носят ему вообще не единицы дэмэджа. Посмотрим, как сейчас, конечно. Мы понимаем, что Рапира, она контрится. Ну, Гардиан Анджел. Рапиру можно уронить, как минимум. Это да. Гардиан Анджел все еще есть. Его никто не отменял. Так, Шан появляется тем временем, и рядом с ним находятся игроки команды LGD. Не подставляются пока что Тинси, на хосте бегает Сларк. А, мэн, ни в коем случае нельзя наступать на те же грабли снова. Там очень много вижена на тебя. Нужно это понимать. Так, ну что, на Рошана не рискует пока что эти нити и другие. Мы видим, что преимущество продолжает расти в пользу команды Тинси. Нужно оставлять байбэки, нужно их дофармливать. У Сларка уже смысла нет, потому что там еще кулдаун 6 минут. Единственный человек, у кого есть байбэк в команде LGD, это Таск, которому не хватает 180 голды. Все. Все равно подфармить нужно. Таск это тоже герой, который где-то может засейвить какие-то внезапные сноуболы. ФА уже на этой карте показывал нам неплохие хайлайты. Эти валроскики тоже интересное решение, интересная мысль, скажем так. Поэтому у ФА здесь, ну это все-таки не последнее звено в цепи. Так, ну что, на Рошана заходит Гэби. Пока что один начинает его забирать. Страхует, если что, ку-ку. Накидывается Хевенли Грейс. Есть ФА, есть Варлос Кик. Ну, куда-то за пределы карты улетел вообще Гэби. На развороте ФА хотят забрать. Попытались затолкать неудачно. Он не заехал, он не заехал. Ихтерб по двоим затолкал сюда здесь чилист двоих. Еще одно РП. Но Гвардиан Энджел останавливает атаку команды LGD. Вынуждена не отступать. Чилисты, скорее всего, заберут. Да, чилист погибает в это время. Что? Блэкхолл. Блэкхолл кастуется по одному ФА, но не важно. Там имеется рефрешер. Оно того, наверное, стоит. Заберут, скорее всего, и ФА погибает. А у него нет денег на байбэк. Немножко голды не хватает. Есть Солд. И Хекс пошел спасти. Амэ, БКБ, прошел еще один лэкхолл. По двоим. Отлично. Как же много урона залетает от команды ТНС. Амэ успевает прожать Шаду Дэнс. Убегает отсюда, но он один. Забирает Мэйби. У Мэйби байбэка нет. И прекрасно об этом знают. Доран, Доран. Нет, а не старшу там. Бежать, 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 бежать. И только бежать. Они будут бежать, там вас до конца. ТНС будут заканчивать эту игру, потому что у Мэйби нет байбэка. У Венчуфул Спирит, у Магнуса байбэков нет. Гуд геймбэл плей 2-0. Филипинский коллектив. Минимум топ-4 эпицентра. И вот, вспоминая твои сегодняшние слова, когда мы шли еще с утра на автограф-сессию, что я говорю. Ну, сейчас, наверное, LGD победят 2-0. А что я сказал? А ты сказал? Да нет, думаешь, что тут ТНС 2-0 раскатает? Ну, вот, похоже, из тебя Пророк оказался лучше, чем из меня. Хин, я не знаю, он делает чудесные стратегии. Он поставил игру этой команды на какой-то запредельный уровень. Но, да, просто давайте, давайте похлопаем. Давайте поддержим, ребят. Поддержите команду ТНС. Ему очень сильно, очень тяжело далась эта вторая карта. Ребята просто молодцы. Невероятный камбэк, конечно. Просто невероятный. Расстроенный LGD, но понятно, очередное пятое-шеестое место. Опять нечетный мейджор. Похоже, магия цифр действительно работает. И что-то в этом есть, судя по тому, что это происходит постоянно. Знаешь, один раз совпадение, два раз там, может быть, тоже совпадение. Но уже третий раз, если это происходит, то это значит уже... Какая-то нездоровая тенденция. Да. И LGD, конечно же, и, ребят, и стена. Похлопайте, похлопайте. Поддержите зал, пожалуйста. LGD Gaming. Они показывали чудесную доту сегодня. И на протяжении этого турнира. Да, вот это у нас первая серия просто невероятная. Кто мог знать, кто вообще предполагал, что такое произойдет? Потому что многие настраивали себя, ну, такой немножко скучный матч будет. Ну, знаешь, такой, ну, они подерутся. Ну, вроде бы все будет в одну колетку. Нет, ребята. Было просто бешеное противостояние. И во второй карте было до конца неясно, кто же все-таки окажется победителем. Но вот эти блэкхоллы... Ну, и Guardian Angel, это не конкретно. Стратегия. Поставленные персонажи, синергия между героями. Все это сработало на 5 с плюсом. Хин, красавчик. Ребята из TNT просто молодцы. А мы передаем слово студии аналитики. Какая игра, это просто великолепно. Честно, тут подводки никакие не нужны. Я сейчас пренебрегу в кои-то веки, потому что то, что мы сейчас увидели, это, возможно, самая яркая, самая незабываемая карта в рамках этого мейджора. Просто прекрасно, честно. Так команда сыграла. Лучший блэкхолл за весь турнир. В четверых он был дан, по-моему, да? В четверых героев. Где-то, ну, в общем... В четверых героев. Переворот. Нет, ну игра-то крутая. Это вы тут все на свете повидали, вас ничем не удивишь. Я тебе с ботами запущу игру в четверых, по-моему, да? В пятерых, можно. В пятерых бахну. Да нет, классная игра. Крутая, крутая, очень. Но плохо та команда, которая берет героя с конкретной целью, и это полностью не реализуется. Я имею в виду Винга, которая, очевидно, была взята против Энигмы, чтобы забивать блэкхолл в первую очередь. Как бы это было просто не реализовано вообще. Ну и поэтому заслуженно они проиграли. Ты так не можешь выиграть, если ты так будешь делать. Нет, начальные блэкхоллы там сбивались, но именно в ответственные уже моменты, когда игра перетянулась из мидгейма в лейт, там вот были косяки. Он позиционку не выдерживал, он собрал вторым артефактом вот этот Владимир, который, на самом деле, по-хорошему, ну не особо на тот момент нужен был. Ему реально нужно было линзы и стоять аккуратно в хорошей позиционке и просто ждать. Потому что блэкхоллы — это единственное, что могло прям порешать в замесах. И они на этих блэкхоллах очень жестко закомбетчили. Дим, что скажешь? В общем, там было много стадий у венги. В общем, первая стадия. Так, наверное, мне нужно сбивать блэкхолл. И она подставляется вместе со всеми. Почему — непонятно. Вторая стадия. Так, я сбиваю блэкхолл, там линка, черт возьми, нужно дважды нажать на свап. В итоге первый раз она сбивала вот так, нажимает на свап, не понимает, что-то не то происходит. Как бы почему-то блэкхолл не сбился. А, там линка, которая уже была собрана где-то минут 10. И нажимает на кнопку, в итоге герой, который был в блэкхолле, уже погиб. Венга свапается на его место и тоже погибает. И вот так вот LGD, на мой взгляд, закинули игру, где у них было огромное преимущество. У них был контроль карты, у них была где-то, по-моему, 15к перефарма с диколитовым пиком. И они просто вдвоем с венгой и Магнусом не могли сбить блэкхолл и нигме быстро. Это вот такой очень важный момент. Да, он там потом сбивался, но сбивался он супермедленно. Ванш Фолспирт просто за темпом и нигмы не успевала. Она не успевала следить за артефактами. Сначала попадала в линкенсферу, потом, когда последний раз она сбивала, он быстро два раза кликнул, чтобы сбить двумя зарядами, а там уже рефрешер. Ты вроде свапнул, а он тебе с этого места, с другой стороны, уже кастует этот блэкхолл опять. И на мой взгляд, я еще не видел ни одной причины, зачем им ломиться на хайграунд, где легко дать блэкхолл, где можно хорошенько закомбинить, если они могут просто взять контроль карты, потихонечку забивать Рошанов, выходить в турбулет, где у всех есть байбеки, и заходить уже потом с Сыром, Аегисом и рефрешер Шардом. Я на этот момент не понял в GD, видимо. Их нетерс дал вам солидную уверенность, и они просто решили, что они могут разобраться с TNC побыстрее, и все свое преимущество они отдали за две драки. Это провал. Да, но ошибочные действия китайской команды, они же не отменяют заслугу филиппинцев. Как парни сыграли? Естественно, просто. У тебя есть просто один герой, который очень сильно решает, до которого дошли Вич и Гейминг. Они как раз сыграли три раза подряд на трех картах против Ликвид с этим персонажем. Это Умни Найт. В Лейте, оно это один из самых жестких персонажей. Гварден Энджел, который длится 20 секунд с рефрешером, это очень жестко. Да, ты собираешь артефакты, нулифайеры, пытаешься это снимать, но все равно. У тебя как бы пять героев стоит. Ты пытаешься одного фокусить, но вот эти четыре героя, которые неуязвимы для физурона, они просто идут и не боятся войти в суппорт, и не боятся заходить, там какие-то инициаторы. Они просто идут и прикрывают своего вот этого парня, которого фокусят. Ну, эту карту мы еще обязательно обсудим. Сейчас у нас интервью с игроком команды-победителя с Ку-Ку.